опять вернемся с сергею матвиенко и ни в коем случае я знаете никого не осуждал я читаю ваши комментарии и в них нахожу самого себя типичные ошибки полнейшее полнейшее доверие людям белых халатах доверие к науке вот почитаем науку да это ж наука это то есть вот и только практика жизни показывает чего стоит вот эти все научное изыскание разработки притворение которые воплощают люди белых халатах и так значит вот сереженька отвечает напомню что закончились 28 сутки начались 29 сутки голодания время течет нормально и это хорошо сегодня уже привык без еды но это уже давным-давно пора бы сделать да так день наполнен делами и заботами отлично в делах и заботах знаете все на голоде все у нас проходит нежели когда человек вот найти не знает чем заняться время тянется ужасно поэтому чем-то и именно физически не какими-то там сидячими делами а вот именно физическим походами там какими-то там ну такими на эти вещами так умеренной физической нагрузкой и вот далее о чем я хочу сказать обоняние у меня отсутствует совсем 29 сутки голодания обоняние отсутствует совсем вспоминаю себя любимого глупого молодого ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй страшно вспомнить у меня ангины это из-за того что когда качался подымал штангу пил много молока молоко слезообразующий продукт от которого образуется что образуется конечно же ангины в основном ангины насморка у меня тогда не было ангины и вот после очередной значит ангины это где-то мне было вот двадцать один-двадцать два вот скорее всего 22 значит я обратился естественно к врачам вот так и так что что же вот мне делать как мне эту ангину там лечить и так далее ну последовал совет фурацелином полоскать а если это уже не помогает вот у вас тут все так запущено давайте мы их отрежем отрежем гланды научное обоснование которое медицина воплощает как же как же как же сомневаться это же наука это же люди в халатах врачи и так далее решился сделали операцию все неприятная операция но тем не менее сделали и примерно полгода полгода я не нарадовался он надо ты смотри вот эту заразу вырезали и как хорошо и тут себя чувствую то есть никаких ангин и так далее это как раз дело было в начале лета примерно а потом а потом то есть я также молочку попивал там стоночку поднимался это такой же надо вес понимаете вес что тут показать результат или еще там что значит начался насморк и причем он начался знаете как бы не сразу а вот после того как я уже все прекратил и женился родился первый ребенок у меня начался насморк у меня значит мы сопли понимаете то есть постоянно сопли 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 ну и душ опять научной рекомендации люди белых халатах аптеки врачи ай как хорошо среди них там пообщаться вроде бы набраться чего-то там такого умненького такого полезненького для здоровья петрович да вот тебе средства закапывай вот это вот средство под названием нафтезин в унос закапывай и все то есть она выливается а ты закапал подсушил слизистую оболочку то есть слизистая оболочка у нас здесь носоголодки она у нас но будет мягко там эластичная она должна пропускать и туда и сюда и там же расположены вот эти все обонятельные там рецепторы и прочее 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 она должна выводить с помощью сопляков разную дрянь которая имеется но это не значит если если слишком много мы употребляем слизообразующей пищи то тогда естественно валит и валит то есть когда были вырезаны гланды то был перекрыт какой-то естественный способ очищения от слизи вот как-то он перекрылся не будем гадать как что и так далее вот эффект тот что начался насморк начался насморк то есть заработала вот это слизистая выделяя все эти вещи вот это значит мне рекомендует нафтезин я подсушиваю эту слизистую естественно значит как бы сказать так а раз все это дело захлопнула слизистая то есть слизистая перестала естественно работать она высохла а раз она высохла значит никакую слизь она не выделяет и я о ты смотри а медицина мне показывает а какой ты можно сказать не очень и насморка нету ничего нету ну вот попшикал естественно через какое-то время я перестал пшикать опять насморк я опять пшикаю пшикаю несу горшок после сына вот так вот ничего носом не слышу можно опять поразоваться вот хорошо никакого запаха дерьма ты не слышишь то есть обоняние отбила вообще все это отбила ну вот такое вот средство нафтезин которая так как бы сказать насморк да мы сейчас его так вот значит это прекратим хорошо это или плохо это я думаю для себя сделала вывод знаете а слизиста дальше куда-то должна выделяться или или не выделяться значит значит если тут забито организм дальше ищет куда все это выбрасывает и если он грубо говоря когда они там были как-то это естественно знаете сплавлял а когда она значит ланд нету уже это как-то неестественно начинает больше работать другие органы которые то есть слизистой оболочки которые к этому не приспособлены а если ты здесь забил значит еще как-то должно там все это выделяться образ жизни это не поменялся вот и я грубо говоря свою слизистую оболочку спалил и я долго не ощущал вот два может быть больше я просто подзабыл и обоняние уже когда начал возвращаться она была не такого хорошая то есть лишился обоняния вот за счет вот этих вот то что сейчас делает сергей матриенко и только когда я начал очищаться вот это очищение гайморовых пазух пошло знаете выделялась струпья с запахом этого нафтизина вот когда они выделились потом голодал ты его сколько регулярно было выведено вот это все ерунда вот сейчас запах вернулся я слышу даже такие вещи которые даже жена иногда не уловливает а у нее обоняние очень хорошее вот вот такие вот вещи с обоняние у меня отсутствуют совсем не чувствую ни ацетона не бензина вот такие вот вещи были поэтому но я рассказывал о том как избавиться и от ангины и как от насморка чтоб этого не было посмотрите мои те все видосы то есть я прошел на практике все это и вижу знаете вот это вот какое-то ну как бы как бы даже выразиться мерзость что ли вот этого современной этой науки и вот этого всего знаете то что от ее имени нам рекомендуется которая не дает здоровья которая вот будет а у тебя насморк ну и хрен с ним насморк мы ликвидируем а что у тебя не стало обоняние но это уже не наша проблема хотя хотя оказывается все это можно решить и я это решил я нюхаю и живу и можно обходиться там совершенно иными средствами которые не портят слизистую оболочку если там что-то там такое есть надо нос промыть и плюс есть такие вещи как у чтобы глубже посмотреть откуда слизь образуется чтоб ее не было и жить совершенно иной жизнью вот об этом я бы хотел вам сказать это что касается обоняния и вот этих всех средств которые подсушивают слизистую носа есть особый день в году наступает в темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит это очень и up перей а а у а под и под kaç А мы жадно ждём, и почёканье покалом Хоть и счастье в каждый дом Ах, веселись, веселись, веселись на кровь Наступает, наступает Новый, Новый год Вот иначе нам несёт, он подарки раздаёт Радостью легко бросёт, это Новый, Новый год Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карди Загадай своё желание и подзвонку ром-пупи Ах, веселись, веселись, веселись на кровь Наступает, наступает Новый, Новый год Вот иначе нам несёт, он подарки раздаёт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова